Горячий мастер Дымоход. Проход через кровлю. Думайте о том, что вы пишете. Тема, о которой сегодня говорим, ее видно. Я говорю, неужели один я замечаю все эти проблемы? Тема именно посвящена тому, как дымоход или вся вентиляция дома проходит через кровлю. Я замечаю такие проблемы на многих домах, а вернее реализацию этого этапа работ. Как в данном случае выполнен проход через кровлю, стояка вентиляции и все заизолировано просто скотчем. Но вижу также такие места, где подобные проходы через кровлю были устранены и загерметизированы каким-то там подручным методом. Конечно, все это как к мертвому припарке. Но когда действительно люди построят сначала крышу полностью, покроют ее, а потом через нее пробивают проход для вентиляции или для дымоходов, тогда и возникает вся вот эта проблема. Хотя по правилам нужно именно сначала построить каналы вот этих дымоходов или вентиляции, стояки вот эти, вывести их за пределы, за контуры вашей кровли. И уже потом вокруг всего этого начинать строить саму крышу. Когда все делается наоборот, просто через готовую кровлю, через листы кровельного железа просто пробиваются отверстия и выводятся эти трубы. И происходят эти катастрофические ошибки. Люди думают, что это можно место просто как-то элегантно оформить, замостырив какие-то там манжетки, добавлю аргостические, да, и запенить все это чем-нибудь. Вы видите там уже вот эта порыжевшая, превратившаяся в труху пена, которая должна в общем-то герметизировать то, что люди там, а вернее не люди-кровелищики, наваяли. Когда вот эти проблемы видны, а их действительно видно, но для этого нужно забраться повыше. И мы увидим вот эти вот проблемы, когда все загерметизировано уже дополнительно просто каким-то скотчем. Потому что уже спасу нет, вода течет, особенно когда осадки более-менее энергичные. Но вы должны понимать, что все вот эти работы связаны с опасностью. И посмотрите, что произошло с моим секретным сотрудником при съемках. Сколько он сделал кувырков. Да, конечно, не смешно, всякое бывает, и я тоже падал с забора. Но, теперь немножко рассмешив вас, я хочу сказать, что вся работа, которую мы делаем, она делается на вашу пользу. Иногда действительно с риском для жизни человек упал с 11-метровой высоты, упал на кучу навоза, и все в порядке. Но, когда мы с вами видим подобные кровли, когда люди вывели сначала трубу, конечно, это каменная труба, но потом вокруг нее неправильно построили крышу, и вот покрыли это вот сопряжение кровли с трубой. Просто сделали вот такую вот обналичку и думают, что все прекрасно, а на самом деле все не так. Так и с этим участком мягкой кровли. На одном и том же доме мы можем увидеть несколько приемов реализации этого вопроса. То есть, там, где терпят, что вот течет, там пусть так и осталось, но в других местах мы с вами видим, что уже проведены какие-то дополнительные работы. Уже этот узел выглядит несколько иначе, потому что действительно течет. Когда головы у того, кто строит сначала трубу, и потом у того, кто кроет крышу, если головы нет, то происходят жуткие проблемы. И все сделать в комплексе можно. Достаточно посмотреть достаточно простую старую литературу строительную. Там все до последней, как говорится, копейки, до последнего слова все написано. Как же все это делать правильно? То, что сейчас я вам показываю, не есть примеры правильной работы. Об этом у нас есть отдельное интересное видео. Вы видите, вот эти вот потеки на стенах, вот эти вот следы протечности, так сказать, они показывают, что там, где труба прошла через кровлю, все построено, как я еще раз говорю, через жопу. Я так и скажу, это мое любимое слово. Руки у людей растут из жопы, и работу они сделали через жопу. Происходит уже выкрашивание кирпича, потому что все-таки повышенная влажность, и если еще есть циклы замерзания, то происходят такие вещи. Многие, конечно, пытаются упростить эту проблему, вводят каналы вентиляции в отдельные стояки, которые идут, как внешние дымоходы, которые иногда огибают вот этот вот свес кровли. Я уже говорил, что это жуткая история, и все дымоходы должны идти через кровлю просто по коньку. А городить вот такой огород смысла нет, потому что при более-менее нормальном боковом ветре все задувает обратно к вам в дом, и может загасить ваши котлы отопления и прочие приборы, работающие с газом. Это ведет, как говорится, к большой опасности и, возможно, смерти. Вы должны понимать, что когда вы придумали вашу крышу, вам привезут рано или поздно подобные изделия, которые вы должны будете вывести через кровлю, и у каждого из этих изделий есть свое правило, как его выводить, в зависимости от того, на каком участке кровли все это будет происходить. Есть свой план, как строить у свеса посередине ската или у конька, и все вот это написано в самой простейшей литературе, и вы можете посмотреть это в моем отдельном видео, где все схематично нарисовано. Но многие люди соблюдают мои правила. Я во многих видео говорил, что дымоходы должны проходить по коньку. Посмотрите, если один человек сделал, то и другой сосед сделал. Смотрят у друг друга правильную реализацию этой проблемы. Или, скорее всего, один человек просто ваяет в этом районе, и он действительно посмотрел мои правильные видео и делает все как положено, все четко и по коньку. Но когда у вас крыша уже, так сказать, вам кажется, уже готова, и на ней бодрые загорелые парни что-то там пилят, что-то там прибивают, нужно понимать, чтобы вы им сказали, что не только покрыть крышу надо, но если будет течь у вас там в районе где-то трубы, то крыша будет считаться незавершенной. Будут, естественно, какие-то санкции и какие-то от вас возражения в материальном плане. И вы должны об этом говорить людям. Должны пригласить, по крайней мере, надзирающего специалиста, который им покажет, как все это делать. Вот в данном случае мы с вами видим кирпичный дымоход со стояками вентиляции, и посмотрите, как выполнена кровля и как выполнен этот сам дымоход. Кто-то, конечно, пытался учесть какие-то старинные нормы и вывел его на свое усмотрение, но те, кто строили крышу, они не поняли, о чем разговор. Даже сам заказчик, даже сам хозяин дома не понял, о чем идет разговор и что это за такие интересные орнаменты. Но на самом деле это все веточки одного дерева, это все одна идея. И нижняя юбка, и верхняя распушка этой трубы, они все должны работать вместе, но все должно было быть выполнено под одним правильным градусом уклона кровли и вот этого устройства на вашей кладке дымохода. Теперь объявлю перекурс, скажут опять мастер, сильно эмоционален. Я вам покажу диван, на котором лежать совершенно не жарко. Вот, пожалуйста, посмотрите, это диван, который вам позволит в летнюю жару лежать на нем и совершенно не потеть. Я это сфотографировал в одном славном курортном городе, где действительно бывает жарко, знойно, а на этом диване, говорят, просто прекрасно отдыхается. Позвольте мне представить вам несколько нормальных видеопримеров работы. В данном случае вы просто можете взять это как видеопример. Можете ставить стоп-кадр, чтобы разглядеть. Чтобы не выводить вот такие внешние дымоходы вдоль стены, есть примеры, как же это все проходит действительно через кровлю. В данном случае здесь у нас профлист идет и просто оцинкованное железо. В комбинации с этим оцинкованным железом листовым все выполняется отдельно. И вы можете просто действительно посмотреть молча, как это все происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас море зрителей скажет, что достаточно много всевозможных, так сказать, гаджетов или всяких таких вот устройств, помогающих все это упростить. Скажут, что вот есть такие флешки, которые одеваются на трубу и проблемы нет. И даже сказали, что все можно загерметизировать каким-то супер-нано-гелем с клубничным вкусом. Но посмотрите, все это выполнено так, что человек надеется, что на самом деле все это не будет пропускать воду. Да, возможно, в нижней части этого устройства вода пропускаться внутрь дома, протекать внутрь дома не будет. И, конечно, вера во все вот эти вот супер-скользкие анальные гели очень велика. И сейчас я вам покажу другой вариант реализации этого же самого объекта. Но на самом деле человек собрал вот это по инструкции, как действительно все было сказано. Но поверх этого флеша должен выходить еще и скат металла обязательно, чтобы вода не затекала внутрь помещения. Кто-то скажет, что херня. На самом деле, посмотрите, как это должно быть. На самом деле тот же самый дымоход, именно он переделан и уже все выпущено совершенно верно. Чтобы вода просто стекала по скату. И без надежды на всякие гели с клубничным ароматом. Поэтому вы должны понимать, что все, что делается, должно делаться с головой. А не надо верить тому, что продается просто с инструкцией. Красивые, позитивные продаваны вас накупонили. И вы думаете, что все на самом деле так легко. На самом деле строительство это очень сложная и ответственная вещь. Если кто-то вам просто взял вот так вот и накупонил на трубу вот это вот устройство. Просто без всякого крепления. То это действительно не норма. Я скажу, что так строить нельзя. Нужно делать все по инструкции, чтобы вода вся течет. И есть такое правило, как говорится, скат по уклону воды, по стоку воды. Все нужно делать именно по стоку. Конечно, раньше была жива идея, когда подобные дымоходы герметизировали просто такой вот бетонной шапкой. Но на самом деле все это не очень качественно получается. Так как очень много циклов замерзания и оттаивания, и сама труба также дышит, она имеет температурное расширение, сам бетон, если он выполнен для специального армирования, тоже трескается и может просто действительно какой-то глыбы съехать к вам на голову. Также, говорят, лед срывает подобные устройства с кровли. Но я видел, что есть подобные устройства, так называемые ледоколы. Если действительно у вас снег на крыше скапливается и прет, ползет, то вы должны ваши дымоходы, установленные ниже конька, обязательно каким-то образом обезопасить и дополнительно крепить. Либо растяжками, либо еще чем-то, но контролировать, чтобы их не срезало именно под самое основание. Для этого можно самостоятельно, как говорится, на коленке мастерить подобные ледоколы. Но некоторые люди правильно воспринимают информацию, когда я говорю, что нужно строить вот такие вот проходки через коньки. И в некоторых местах, вот в двух кварталах одного курортного города я снял, видно руку мастера, человек пытается творчески относиться к своей работе. Вот он наваял такой дополнительный конек. Действительно, с этого конька уже вода будет сходить лучше, для того, чтобы эту проходку достаточным образом загерметизировать. Да, действительно, работа хорошая. В данном случае мы видим бетонную шапку. Также человек наваял вот этот вот конек, но это опять же южный город, здесь нет замораживания и размораживания, поэтому это, возможно, годно. Но там, где есть настоящая зима, подобное творчество, конечно, будет не совсем уместно. Нужно строить немножко другими приемами. Нужно просто было от этой стены, которая рядом с пристроем, нужно просто было делать дополнительный скат какой-то метровый и в нем все это городить. Некоторые пытаются подойти так же комплексно, чтобы выводить все это по какому-то отдельному желобу, чтобы вода уходила все отдельно. Все вот эти вот стояки идут в один ряд. Но, как я сказал, нет ничего проще, чем выводить подобные вещи с коньком. Если не по самой линии конька, то по крайней мере рядышком, чтобы пропустить этот коньковый брус или желательно, чтобы коньковым брусом была, конечно, металлическая труба. Тогда все будет очень просто в пожарном плане. Но если вы будете проводить все это, не соблюдая нормы, все, конечно же, будет ужасно. Вы должны понимать, что если вы построили подобные дымоходы по скату кровли, то просто гофрированным вот этим железом или профнастилом все это обойти не получится. Нужно будет дополнительно применять гладкие участки железа, которые будут идти до вашей трубы дымохода и уже потом оттуда переходить в тот профнастил, который вы укладываете. Таковы правила устройства ската крыши по скату воды, по стоку воды, чтобы капли сверху текли вниз и ни в коем случае не затекали обратно в ваш чердак. Смотрите мои видео на эту тему, эти видео есть. Но многие говорят, что если мастер не разрешает и говорит, что это некрасиво выводить дымоходы по внешней стене и там обходить ваш свес и уводить эти дымоходы наверх, это будет гораздо ниже конька и в общем-то будет тушить ваш котел, то многие говорят, тогда мы это все обыграем как-то наверху на чердаке, сделаем вот такие вот, в общем, скошенные дымоходы или просто некоторые делают лежаки дымоходов по крыше, именно по потолку сверху на чердаке. На самом деле это тоже большая сложность, просто все надо учитывать при правильном планировании дома. Надо сначала спланировать правильно дом. Если вы сомневаетесь, правильно ли спланирован у вас дом, пришлите мне картинку, я ее проанализирую и скажу, как можно избежать подобных проблем и вообще годен ли ваш план. А если вы сами себя наваяли, а потом спрашиваете, что мне делать, и потом мы с вами целую неделю переписываемся, решая эти проблемы. Но в любом случае я вам напишу правильный ответ, если вы обратитесь, конечно, ко мне. Но не забывайте, что работа мастера связана с большими трудностями. Уважаемые зрители, еще раз повторяю, если вы сомневаетесь в верности вашего плана при постройке вашего дома, чтобы не столкнуться с подобными проблемами, вы можете прислать ко мне ваш план, я его проанализирую. Таким образом вы получите, а вернее не получите многие ошибки, которые имеете действительно на вашем плане. Как правило, 99% планов, которые люди наваяли сами или при помощи манагеров-продаванов, большинство этих планов просто жуткие. Поэтому слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш видеожурнал «Горячий мастер», расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Если вы не знаете, как это делать, просто берите эту ссылку и отправляйте по любым социальным сетям тем людям, о которых вы думаете, о которых вы волнуетесь. Продолжение следует...